мои дорогие телезрители рад приветствовать вас в новом выпуске вот покидаем это чудо городок с которого мы отправлялись на тур по обзору косаток так сказать вердикт у нас лучше монтерей бэй не знаю лучше роднее дешевле и больше всего но не суть новый выпуск новая тема 46 минут 51 километр едем возвращаемся в сиэтл вернее проезжаем его насквозь на другую сторону скайлайн вот она вашингтон лейк это было маленькое озерцо они поставили вот эту вот дамбу вот она видите мост идет и накопили там еще дамба тоже накопили такое огромное озеро wild fin american green вот такой вот камин вечером еще будет гореть но мы решили такой чугунный стул нормально так тяжеленький такой на улице солнышко светит сейчас температура сейчас я скажу сколько 23 градуса действительно жара так что заказываю и кушаем это моя паста с кривитосами а это у маруси лакс креветки макароны на у меня у маруси там еще эти как скалопы вот по-моему зовут шпинат приятненького нам ой хорошо поели вот еда даже не доел многовато было поели на 55 дали 60 и едем дальше едем хайкать на улице 24 градуса распогодилось тоже теплый такой ветерочек вообще лучше чем холод однозначно подъехали почти к сно клауми фоллс пересекаем речку судя по всему корги корги судя по всему в эту речку этот водопад и впадает вот о красиво сейчас взглянем на этот водопад ехали мы недолго с места нашего ланча 19 минут целых 17 километров нет как вы думаете кто приехал единственная парковка была свободная для кого для кого а а а и клёво как два часа 7 долларов стоит каждый последующий час 5 офигеть вот вам и парк сейчас прогуляемся жарко я думаю просто футболки эти свитер снять вот первая обзорка он туда еще вниз пенсионер смотрите дети собаки старики все здесь ходят потому что вот подошел посмотрел уехал да может и говорит только вот в длинных на водопад отсюда а дальше там эти надо туда пенсионеры видимо о о мороз о них ри наш себе ёкарный бабай вон оттуда смотреть надо ох нифига себе зашли вот обалденчик я вам скажу ребятки вон оттуда еще взгляну здесь самый сок обалденчик это просто нечто красота какая нечто нереальное действительно нечто нереальное вот это да прям хороший такой сброс идет это не просто не вода льется а кто-то распыляет воду какая прелесть вот ребятки кто не был в исландии и любит такие водопады езжайте это нереально там на каждом шагу такие еще раз телефона эту красоту и мы спускаемся непосредственно к самому подножию водопада вот такая вот тропинка и потом это все придется вверх идти по горку в горочку а подъем на секундочку градусов 30 эта дорога вниз и вниз идет это потом все вверх и вверх ползти здесь есть таленчики и мишки есть черный медвежонок они все такие деревья прямо на пеньке начинает расти вот смотри вот морозь вот упала на нем начинает расти 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 и потом дерево сгнивает а она по мере корни пускает землю и потом дерево уже гнило и она уже само по себе стоит пень пенек нянька нянька пенек так вот почти дошли до низа обалдеть сколько тут мексиканцев при том не просто испаноговорящих а по ним видно что они именно из мексики а вот здесь вот сброс воды идет там стоит дамба походу и сюда они переизбыток что ли а турбина здесь все понятно вот она и нарисована понятно это вода которая отводится конкретно в турбину здесь это не электричество вырабатывать вот здесь вода сбрасывается в турбину вот она фига себе да вот здесь вот она стоит походу и работает вон сразу трансформатор а вот и высоковольтные провода вон туда куда они потом это электричество сразу передают вот такая площадочка тут сделано river overlook пороги красиво даже забор поставили чтобы деревья не трогали ой какая прохлада это круто так ну здесь тупик все дальше хода нет а ну понятно здесь собственно говоря на водопад смотрят сейчас мы пробьемся руки у нас длинные мы куда-нибудь от камеру чтобы вот красота вот такой водопад но теперь всю эту дорогу вверх в горочку садимся в машинку едем на следующий хайк таком будет не один и три как этот а три мили вот в машине скажу сколько ехать и куда ехать я первый раз потел за эту поездку с меня течет охренеть 4 минуты и два километра отъезжаем ровно в центр этого города и там по старому городу по дондауну пройдемся вот ух ты вот они старые паровозы ой гнилые ржавые боже мой вот какой красавчик отреставрировать бы так а мы въехали непосредственно в город я и переобуться успел и штаны подкатать в шорты ну на хрен всего лишь 23 градуса сдохнуть можно смотрите какая деревушечка какие дома того времени маш смотри в одном кресло качалкой там дедуля сидит качается пенечек хрена себе идем глянем на пенек вот такая вот примочка не здесь вот такие вот деревья рубили и увозили их короче здесь полным ходом промышленность шла неплохо так пианино смотри марусь маэстро расчехлил сейчас играть тут клуб о пивнушка вот паровозики ё-мая вон старый город о так он прелесен это старый вокзал да ладно это прям как с того времени все осталось вот это да вот это мы зашли в оркестр маруса загуглила играть надо обязательно 1926 года паровозик это вот эти прям подо мной доски так трещат хрустят как будто я не знаю ковбой мальборо какой-то сейчас смотрите какой какая красота круто 1941 года для вояк сделан компании дженерал электрик неплохо неплохо сюда вагончик можно зайти сейчас я ощущаю какой-то в сакраменто в музее поездов какое-то время его открывают видимо вон военный поезд вагончик тепловоз кукушка армии medical service красота вот это да вот и собственно говоря старый город он туда вообще просто старый развалившийся который мы проезжали видео и огоньками украшен все а природа мне этот город напоминает как будто мерсибаку как будто я в интерлакене смотрите город заканчивается а там вон альпы нафиг ну посмотрите просто 1800 какой-то год вон даже машина стоит нафиг до потопного до потопной эры реально эта машина стоит семидесятых шестидесятых годов вот вот она аутентичная улица вот они дома действительно ничего не тронута красотища цветочки видите какой дом 8110 по ходу музей марусь а нет написано animals inside значит жилой дом тут живет вот еще мне вообще напоминает хижина в ханое вот этот дом мне напоминает с такой лесенкой дом на пи пи айленде в тай представьте что снизу это все на сваях там капорт для лодки или чего-нибудь прелестно необычно не ожидал я в таких краях вот такое увидеть это для меня какое-то не просто южное а черт возьми блин какой-то заморская нафиг тайско-вьетнамская вот такая архитектура подобие но никак не для орегона не для вашингтона не для севера канады вообще не не для северных стран ощущение будто их где-то вырвали действительно на жарком юге сюда притащили и поставили все расти теперь здесь типа вот тут речка широкая притом у как тут прохладно влажная прохлада пух летает какой то чего нас июнь месяц тополиный пух да вот тополя у нас июнь и вот пух летел мороз смотри настоящий я не знаю как у вас в россии но у нас казахстане вот такие тополя были настоящие вот он самый что ни на есть настоящий чуть не выразился мать его тополь и все равно выразился да первый раз вижу тополь здесь тем более такой даже в германии таких тополей нет обалдеть да ладно вот он привычный мне обычный нормальный казахстанский тополь смотрите у нас июнь и летает пух вот он тополь ура я его нашел даже в германии таких нет какая красота лето июнь жара речка прелесть просто прям с того анекдота самое большое число до хрена грита это сколько вот грит идешь и считаешь вот так вот шпалы когда скажешь да ну нафиг вот это только половина не буду я считать костром пахнет кто то что то здесь жарит парит варит и подает на стол но тут стрелочник работал стрелки переводил там даже замочком по на этого ли закрыли чтобы никто тут поезд под откос не пустил чуть не сказал под наркоз что походу последний хайк на сегодня 15 минут 15 километров ехать водопад в лесу подобное что то что было буквально пару минут у вас назад такой вот городок я не знаю мне просто кажется будто я в швейцарии еду природа по бокам вот эти горы которые с боже мой как же этот город зовут ну пофиг напоминает немножко лихтенштайн интерлакен вот прям реально будто я в швейцарии еду город называется северный band north вот так благодать 10 минут и мы у нашего очередного хайка трехмильный хайк на полторы мили туда-полторы обратно к водопаду бру на улице по-прежнему 23 градуса подъехали минут осталось в лесу и гулять будем личника как нам повезло сегодня еще и бесплатный день не надо платить рыбка маша вот лакс прям красненький вот он с форельками плывет наверх к водопаду вот туда вот так вот хвостиками делают и мишка их там ловит и ест летучие мыши здесь большие живут клёво twin falls trailhead ничего три мили к водопаду вход 10 баксов но написано что сегодня бесплатно просто идеально на лошадках на великах на мотоциклах нельзя собачка только на поводке опять деревья во мху вас вот это шум воды сейчас надо здесь к воде подойти это вот да можно подойти прям ширина реки в ручья там по лодыжку здесь дальше не спустим дох можно вот лесенка есть пойдем марусь о как вам вот и я говорю сюда пройду по божественно ручеек оттуда капает здесь вот раз уходит куда-то по землю и нам где-то в речку и втекает а вот он ой как тут прохладно вот это реальная прохлада после такой жары вода какая прозрачная смотрите сколько здесь народу одни китайцы кричат на своем языке китайском папоротнике вот они клен и кедр и мог соответственно который на всем этом деле растет пошла дорога кверху речка остается все ниже и ниже это подъем не такой уж а вон я его вижу ну градусов 20 ну вот наглядный пример упало дерево с него сначала были два прутика теперь два дерева когда они поняли что на этом кусочки дерева они не удержатся потому что она перекатится или полностью рыхлым будет она видите корни вокруг него пускает потом она трюхлявая станет и просто вместо этой трухлятины будет полость а дерево уже вот так вот и будет расти корнями молодец какой а а это корешок так и называется пенек нянька вот тоже дерево упало и тоже из него прутики кверху растут сверху вниз прям к воде вон уже видели только что водопад кусочек и потом от воды опять кверху там будет такой мост красивый деревянный ну вот общая высота 200 метров подъем нам предстоит маруся горит и путь к водопаду в основном весь вверх обратно в основном вниз ну вот если мы щас здесь не спускаемся значит там будет где-то подъем пожестче ничего себе сосна даже не знаю куда она туда вверх идет ее из-под кроны этих деревьев не видно обалдеть вот сосна вот сосна вот сосна но это просто всем соснам сосна море не видно очень высокая но вот и подножье водопада вот здесь он идет кверху и мы соответственно тоже смотрите какая веточка фига себе вон еще тоже сосна ствол чуть уже чем тот который до этого показывал так ну и теперь вверх ползем мы как хорошо что здесь так прохладно было бы не очень комильфо если честно идти так мы на середине хайка тут развилка на верхний водопад на нижний водопад то есть на нижний оверлук и верхний оверлук сначала снизу посмотрим на него потом поднимемся и пойдем вверх я буду война обратном пути вниз ваша горит на обратном пути ты не захочешь вниз она меня уже знает я говорю ну ладно после того как она сказал ты можешь подождать здесь я схожу посмотрю игра на час я тоже хочу так материю выключать камеру не буду потому что мы пришли действительно зря что я не пошел вернее зря что я пошел не зря что я пошел сюда вот потому что мы всего лишь шли секунд 30 и вот эта красота божественно ё-моё очень красиво как я и думал а это тот мостик деревянный который видел издалека собственно говоря он будет прям проходить видимо над водопадом вот он видите откуда берется вот с гор просто журчеек ручьи ручеек журчит я специально так сказал не подумайте в любом случае сейчас мы на него о вон он да он прям под мостом будет падать вниз ай красота уф уф вах какой водопад красивый я прям я прям в предвкушении бам уху вот он верхняя его часть поэтому твин фолз да действительно вот первая часть падает там еще из-за угла выходит вот отсюда да вон он выходит из-за угла и уже непосредственно здесь один каскад и вон то то что мы наблюдали с той обзорки красота да и только я думал это все Маруся обрадовала это только полпухи тут тропинка выше еще идет мы идем раз дети могут до пенсионера и я смогу горешочки лесеночки видимо там сверху еще какой-то водопад будет может быть еще один каскад не знаю сейчас посмотрим чуть выше открывается вид на то что было спрятано за камнем чудесно ну че погнали еще выше смотри сколько тут папоротников ну че мы куда-то наверху в какую-то долину забрели и сейчас еще вверх и вверх и вверх еще вот половина того что мы поднимались вверх вот столько же нам еще идти к верху нет я имею ввиду подъема от моста до сюда еще столько же наверх ух вот это да красота так ну че водопады мы уже прошли такие красивые виды и Маруся говорит она надеется что там в конце что-то будет не зря же они еще на половину трейл протянули ну вот грохот не дает мне покоя вернее я уверен что там что-то есть ну не зря же я иду просто так шум оказался хайвей вот здесь слышно шин машин шины машин как они по асфальту или по решетке железной катят да я думал водопад судя по тому что я тут паутину собираю и деревья растут пробиваться через них через эти заросли надо немного народу сюда ходит попортики всякие так вот и хайвей я его не вижу но его отчетливо слышу вот вижу вот вот мост вон машины идут ага да вот они пролетают ага так тут прям широкий хайвей по три по четыре полосы в каждую сторону еще 200 300 метров и мы узнаем куда мы идем последний аккорд все кусты все уже и уже становятся хайвей все громче и громче паутины все больше и больше нам на встречу никто еще не шел вот тут трех мишек не хватает сосновый бор прям шоколадка блин это красный октябрь три медведя ну мы по крайней мере где-то наверху уже уже над нами деревьев нет вот только высоковольтные все в конце маруся говорит вот интересно что здесь будет а ну вот опушка какая то все мы пришли вот я же говорил трейл вот твин фоллс а тут другая стрелочка на другой хайк тьфу ты блин а а где столб привет лоху так что у нас здесь ну здесь только твин фолл стрел а здесь наша дорога для машин ну весело что зато прогулялись по лесу минуту на отдышку глоток воды потому что больше у нас нет и вниз ну вот спускаясь вниз грех не остановиться не взглянуть еще раз на такую красоту просто посмотрите мощь и ехали дальше вниз ну и еще раз раз уж как я до этого говорил приходится здесь проходить ой какая свежесть и влага о солнышко еще вон смотри чувак стоит снизу привет мужик ты меня видишь помаши мне ну он меня не видел или видит не он ботинки зашнуровывает здорово привет ну ни хрена он меня не видит идем ооо теперь в горочку уже да потом с горочкой в горочку ручей ручей бодреньким так шагом дошли вообще я говорю я не знаю что с моим коленом ни вчера ни сегодня вообще ни единого косяка оно видимо охренело что его ждет коленку моего вот что оно начало нормально по правилам играть ну че сели ехали сейчас в магазин берем марусь арбуз дыню и потом заправляем машинку тут все по пути будет и домой нам до дома ночуем под сиэтлом под аэропортом до дома около часа в общей сложности так ну че мы приехали за арбузом за дыней и тут раз такой нежданчик почтовый ящик ну че касаточка и вашингтонская природа уезжают в фондорф держим пойдем и проверяем ушли все а мы идем покупать арбуз и дыню так арбуз дынька пиво писташки яблоко и персик идем на кассу и час до дома вот закат отлично дело к закату хорошо сейчас быстренько заскочим сап возьми себя на вечер машинку заправим и до дома мы сегодня в кондо живем тоже есть бассейн в котором мы тоже пользоваться не будем сидит работает когда мы приедем она еще дальше будет работать и спать завтра в 6 вылет так вот он сапчик долгожданный и сейчас опять на хайвей на следующем съезжаем заправочка так ну вот и заправились где за сегодня получается только я заправился на 10 долларов за сегодня сколько мы весь день ездили на 10 долларов я накатал неплохо 13 минут 16 километров до местного нашего ночлега так вот кондо мы ищем ага у нас 10 дом 12 10 нам надо да да 10 хорошо 10 2 5 3 отлично спи машина спи машина вот 10 дом идем искать нашу квартирку тут спортзал баскетбол о маш вот бассейн вот сверху на втором этаже живем отлично прям бассейн все дела вот как 2 5 3 вот следующая дверь наша вот маш 2 5 3 вот кто-то здесь живет в чем проблема разуемся еще наверх пойдем хозяин здесь живет это вверх наше все хорошо как свет какая огромная комната глушь туалет вентилятор выключить нафиг стиральная машинка сушилка отлично мне нравится сад нам в помощь и потом какой-нибудь сериальчик посмотрим время у нас уже шум не соврать 9.36 а нам вставать в 3 ночи чтобы ехать в аэропорт в 6 утра вылет так что вот едим смотрим сериал через час спать так что целую всех в пузико ставьте лайки коментите подписывайтесь и увидимся в следующем выпуске чтобы не было так запишите ждем как видели что вы Субтитры сделал DimaTorzok